Епископ Кузнецкий Никольский Серафим вступил в управление недавно образованной епархией, которая объединяет 8 восточных районов Пензенской области. Здесь для владыки первыми богослужениями, совершенными в архиерейском сане, стали службы в храмах Заречного и Кузнецка. О событии, которые кузнечане запомнят на долгие годы, Евгений Белохвостиков. Этот день войдет в историю не только Кузнецка, но и всей Пензенской земли. Сотни верующих кузнечан собрались в Воснесянском соборе, чтобы встретить первого в новейшей истории епископа Кузнецкого и Никольского. Почти два месяца после того, как Синод принял решение об организации Кузнецкой епархии, здесь ждали этого дня. Свидетели архиерейской хиротонии и приезда в свой кафедральный город к епископу Серафима переполняют чувства. Слова ему, как можно сказать, даже выразить невозможно. Вот чувство глубокой духовной, духовно такого подъема, такой очень духовной большой радости. Что вот можно, как словами пророк Давид сказать, при лепее язык гортань, что вот словами вырастет невозможно. Вы знаете, перехлестывает. Просто эмоции захлестывают, особенно когда подумаешь, что мы присутствуем. Говорю шаблонами, конечно, но по-другому не скажешь. Это же исторические события. Это чтобы вот нам Господь способил увидеть первого за столько лет владыку Кузнецкого. Нет слов. В переполненном храме каждый старается подойти поближе, получить благословение нового архипастря и сфотографироваться с ним на память. С этого момента у духовенства новой епархии появился свой архиерей, который сможет гораздо чаще бывать на приходах и вникать во все нюансы их жизни. Я его знаю с самых лучших сторон. Прекрасный администратор. Проректор духовной семинарии и ректор духовного училища. Вступать в управление новой епархии – непростое послушание. Но владыка Серафим надеется на помощь Божию, молитву и поддержку своей паства. Конечно, чувства, с одной стороны, смешанные, потому что все перебивает волнение. И потом, кроме этого, конечно, страх какой-то. Но, безусловно, конечно, согревает сердце. Вот любовь к паству, с которой я немного имел общение, но видно, что люди такие очень боголюбивые и верующие. И я, безусловно, за это, конечно, очень рад. В ближайших планах нового епископа – поездки по храмам епархии, знакомство с духовенством и прихожанами, богослужения. Первый из них он совершит в Вознесенском соборе уже завтра вечером.